Чувак в желтой майке Прошу любить и жаловать Теперь звезда Что за дебилист, да господи Это Рамник За 2,5 миллиона И посмотрите, как он сделан Как Toyota Land Cruiser Где-то что-то старое Или что-то совсем непригодное Кнопки стрёмные Нет, конечно же, друзья Китай уже давным-давно делает даже зарядку Для мобильного телефона Единственное, вот эта крышка совсем-совсем лёгкая То есть как будто невесомая практически А так, вот, пожалуйста, ваши переключатели режимов Что угодно можете включить Авто, снег, горы, камни, спорт Вообще понижайку даже Даже 2ВД вы можете включить Здесь же отключение Система помощи при спуске Здесь же 360 камеры Подогрев руля Здесь даже подогрев руля есть Эта машина вообще подготовлена для России Вы представляете? Её можно спокойно везти И вы даже не обломаетесь ни в чём И, кстати говоря, эта тачка стоит 2,5 миллиона Вот это уже вопрос Что же вы купите? БУ Тойоту или вот такой вот Рамник? А вот, кстати, насчёт купить БУ Тойоту Сейчас это стало ещё проще и удобнее Представляет сервис carvigo.ru Основная его фишка в том, что здесь не покупатели ищут продавцов А наоборот, продавцы ищут покупателей И связываются с ними Вы просто создаёте объявление о покупке Тойоты, Прада Или любых других машин с определёнными параметрами После чего carvigo покажет вам подходящих продавцов И самое главное, продавцы увидят ваше объявление Продавцы и автосалоны сами будут вас находить И предлагать вам интересные и выгодные варианты Боитесь разрыва телефона? Просто скройте его в профиле и пользуйтесь мессенджером Весь функционал сервиса полностью бесплатный А регистрация очень простая и занимает не более минуты carvigo.ru Ссылочка в описании Но, честно говоря, по качеству в интерьере он, по-моему, гораздо выше, чем любая Toyota Вы посмотрите, кожа мягкая Здесь, ну, здесь, конечно, жёсткая Но вот эти все дела тоже мягкие Здесь кнопка запуска Здесь у нас никакого... Вот здесь, в этой зоне Никто из нормальных автопроизводителей Да даже китайцы не делают никаких кнопок дурацких, слепых Понимаете? Ну, может быть, кстати говоря, нет кнопок и нет этих функций Ну, конечно же, здесь же турбомотор Зачем ему, например, дожигание сажевого фильтра, очистка? Ему это ничего не нужно Цифровая электронная панель, ну, точнее, она не вся электронная Здесь у нас бортовой компьютер разместился вот так вот на полэкрана, на полпанели Занял центральное место, раздвинул части уже Потому что это две разных части спидометра и тахометра Причём, опять же, тахометр крутится в обратную сторону Ну, клёвый руль Он, кстати, немножко фольксвагеновский Потому что кнопки выполнены в его стилистике А это то, чего так сильно не хватает в рамниках Рамники обычно же у нас все устаревшие А здесь технологии совмещены как раз таки, ну, вот с этой идеологией рамной, старой То есть то, чего вы хотите Только Китай сейчас так делает, больше никто так не делает, понимаете? И в этом вся фишка и есть Причём сидишь комфортно, удобно Есть панорамная крыша Чего, где вы там, на Land Cruiser, что ли, такую панорамную крышу найдёте? Нет, конечно, они уже сто лет его выпускают И ничего там не изменилось до сих пор Всё сделано хорошо Вроде бы Ну, вот, кроме вот этой невесомой фигни В принципе, да Вот здесь большой дисплей Но видно, что он вот такой То есть здесь какие-то рамки будут ещё Скрадывающие немножко пространство Но, в принципе, то, что он вот так вписан Ну, у Крузака тоже вписан Это ещё ни о чём не говорит Это, конечно, не дерево Линолеум и Закия Типа, и всё А вот здесь ещё Health Air у нас, понимаете? Здоровый воздух Вот отсюда прям поступает Вам, видимо, на руку или на крутилку Куда-нибудь в локоть, там, в руках Сам за собой Теперь уже, в принципе, за пассажиром, как вы понимаете В таких автомобилях, может, и нет смысла Особо ездить-то самому Ну, здесь у нас тоже Health Air, здоровый воздух Смотрите, третья зона Климат-контроль Всё есть Прикольные кнопульки Клёвый подлокотник Правда, жёсткий Может быть, конечно, это будет напрягать в дорогах Но, по крайней мере, он сделан хорошо Он выгоден за 2,5 миллиона Лучше, чем в Туареге, кстати говоря Ну и места много Много Охренеть И вот сейчас Вот сейчас Вы точно просто офигеете Потому что вот так я беру И сажусь И сажусь сюда так, что у меня даже запас по коленям сантиметрик есть То есть я Если только вот так вот сделаю То есть как-то приподнимусь Тогда я упираюсь То есть здесь ещё и на третьем ряду места дофига И здесь даже на третьем ряду Есть мягкие подлокотники Огонь Тачка Тачка, огонь Вот сегодня из всех протестированных третьих рядов В этой тачке самый лучший третий ряд Который только есть При этом автомобиль ещё и выглядит круто Это у нас рамник Поэтому клиренс достаточно большой Да, лакшери тачка Но всё равно Не помешало им сделать накладки на арки Которые как бы защищают их от песка струй Ну и понятное дело Есть пороги Правда, они не такие большие Но вы ими пользуетесь только тогда Когда открываете двери А двери вплотную подходят к этим параметам То есть если у вас здесь соберётся снег То каждый раз вы его с дверью и будете счищать То есть сильно много снега не наберёте по-любому Смотрите, как сделана передняя часть Здесь написано, что они полностью светодиодные Собственно Ну и это видно То есть крутые фары Крутые светодиоды Правда, так уже никто не делает Эта фишка была старых моделей Киа Но теперь и Саик решил сделать именно так Роэве точнее Это же Роше вообще, в принципе Их называть, наверное, надо Роше, мне кажется Как-то ровер в китайском языке стал совершенно другим Они не договорили букву И получилось Роэве Понимаете? Вот так В принципе, тачка крутая Двигатель у неё тоже крутой Как вы понимаете, 2 литра турбо 200 с лишним лошадиным сил Пошли на заднюю часть ещё посмотрим Подержусь пока за фонарь Потому что он действительно тоже крупный Накладочки Ага, накладочки, да Вы думаете, что это накладочки? Нифига это не накладочки Это бутафория Бутафория Закрываем крышку руками Она хоть и с электроприводом Но всё равно Сейчас её нужно закрывать руками Задняя часть, я считаю, что сделана нормально Хорошо, выглядит как надо Полный привод RX-8 Mazda RX-8 Полный привод Турбодвигатель Прошу любить и жаловать Рамник нового поколения Соперник Haval H9 При этом гораздо круче выглядящий внутри Я считаю, что если бы его привезли к нам То спросом бы пользовался Ну и всё, в принципе На этом мы завершим с обзором этого автомобиля Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова